Диджеи 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 Дура, их четверо. Или программа «Презент». Дозвонилась девчонка лет восьми, наверное, и в прямом эфире на полном серьезе говорит. «Поздравьте, пожалуйста, мою бабушку с днем рождения и передайте для нее любую песню группы «Металлика». Дозвонился мужчина средних лет и тоже, что называется, на голубом глазу выдал. Ужасно волнуюсь. «Добрый вечер. Вы знаете, у моей жены скоро юбилей, 60 лет. Передайте, пожалуйста, для нее песню Игоря Николаева «Старая мельница». С тещей был, кстати, похожий случай. Дозвонился мужчина средних лет и тоже, что называется, на голубом глазу в эфире выдал. «О, Европа, слушай, это осенью моей тещи юбилей. Передай, пожалуйста, для нее песню группы ДДТ «Последняя осень». А когда нам в студии только-только поставили телефон, у ведущих появилась обязанность рано утром звонить в гидромедцентр и узнавать прогноз погоды на день. Первым из нас это довелось осуществить моему коллеге Диме Магонову. Ну, сами понимаете, раннее утро. Тело как будто бы проснулось, а мозг еще дремлет. Дима, должно быть, с непривычки, перепутал в телефонном номере две цифры. Надо сказать, люди в то время еще понятия не имели, что вообще такое «Европа плюс». А как раз был выходной, раннее утро. Дима попал на квартиру, где жили очень нервные люди. Вот примерное содержание этого утреннего диалога я вам сейчас в лицах и разыграю. Итак, представьте себе. В воскресенье, половина пятого утра. Смотрю, многим дозванивались так. В какой-то квартире звонит телефон. Это еще какая? «Европа плюс». Кто? «Европа». А фамилия? «Плюс». Что, не спец, а жидовская морда? Это радио. Подожди, я не понял, ты радио или «Европа плюс»? Так продолжается еще минут пять, в течение которых Дима узнает, где люди видели «Европа плюс». А далее беседа плавно переходит в следующее русло. Послушай, мальчик, мальчик, я уже все равно не усну. Мальчик, как тебя зовут? Дима, Дима. А почему ты Диму дяде спать не даешь? А почему дядя спит на работе? Дима, дядя тут живет. То, что дядя живет на работе, это его проблема. Так, Дима, давай по-хорошему. Че тебе надо, Дима? Какая температура воздуха? А я сейчас посмотрю. Дима, плюс двадцать, все? Что-то жарковато для декабря. Это комнатная. А тебе какую? Балконную? Сейчас. Дима, минус двадцать, все? Направление ветра. Сейчас. Дима, юго-западный. Три метра в секунду. Все? Все, спасибо. Пожалуйста, Дима, прощай. Не прощай, а до завтра. Когда он рассказал вам эту историю, мы вот так же посмеялись. И я помню, сказал, ну ты даешь, Магонов, а? Ну что за безалаберность, а? Вот со мной такое в принципе не могло бы случиться. Угу. На следующее утро ваш покорный слуга звонит в гидрометцентр и ошибается точно так же. Я попадаю в ту же квартиру. Такое ощущение, что меня там уже ждали. Встретили как родного. Это был самый полный прогноз погоды в моей жизни. Включая данные таких многолетних наблюдений. Лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова